Добрый день, меня зовут Зонов Олег Сергеевич. Я живу на острове Декабристов. Сейчас я нахожусь в городе Ниши. Ниша это юго-восток Сербии. Город очень маленький, но очень уютный. Я бы не сказал, что он богатый, но он развивается определенно. Здесь удобные автобусы, здесь карпичи, в которых можно посидеть. Здесь я себя чувствую, как будто бы я приехал в морской город, на курорт какой-то там, допустим, в Порторож в Словении или, например, в Герцог Новый в Черногории, но только без моря. Я живу в Петербурге на острове Декабристов. И как бы казалось бы, там не море, там типа Финский залив, но как бы казалось бы, что я живу как бы на море. Но, однако же, я не чувствую близости моря. Что такое близость моря? Близость моря это когда я могу выйти на пляж, посмотреть на водную гладь. Море это когда я могу посидеть в каком-то кофе с видом на водную гладь, да, с прохладой водной глади. В Петербурге как бы не особо нужна прохлада, да, но все равно свежесть, когда ты приходишь из-за газованных улиц, она, ну, очень спасает. Вот свежесть Финского залива. И, ну, как бы, я тоже, это не секрет, что я ходил как бы на Афинский залив, ну, то есть, как бы, там нету благоустроенного пляжа, там нету, ну, там все очень дико, но это вода. Вода в городе. Какие европейские столицы могут похвастаться в такой береговой линии, ну, практически в центре города, в 40 минутах от непосредственно центра города? Очень мало. И некогда среди этих мировых столиц был город Петербург. Сейчас я, Зонов Олег Сергеевич, 1985 года рождения, житель острова Декабриста, теряю непосредственно, я думаю, что в эти минуты нашу береговую линию, я теряю, это я теряю лично. Город же мой, Петербург, теряет, то есть, я понимаю, там будет намыв, там построят, у меня тоже была квартира для романтики, как бы, это не стоит того, построится муравейник, продаются квартиры, все это единичная будет плата. Однако же, эту территорию можно использовать иначе, можно сделать ее развлекательной, там можно проводить фестивали, можно устраивать, это не курортный, мы определенный не курортный город, да, со стороны климата, но мы курортный город определенный со стороны культуры. Что касается музыки, живописи, аудио-визуальное искусство у нас не так сильно развито, но оно может развиться. Надо смотреть не на сейчас, а на будущее. Петербург – это определенный город культуры, и наличие береговой линии позволяет проводить отличные фестивали. Наличие береговой линии позволяет иметь постоянный туристический доход с, собственно, береговой линии, который бесплатно. Десятый троллейбус, и ты с Невского проспекта оказался в кофичах, в каких-то, возможно, прекрасных уличных театрах. Я не большой путешественник, но я так, на вскидку, не могу вспомнить места, которые европейские столицы, которые обладают таким потенциалом. И вот прямо сейчас мы этот потенциал теряем. Прямо сейчас мы меняем поток финансовый, туристический, какую-то славу туристическую. На, что, семиминутную продажу недвижимости стоит ли на того? Мое личное мнение, что определенно нет. Я, Зонов Олег Сергеевич, определенно против северного намыла. Я хочу, чтобы на берегу Финского залива были культурно-развлекательные пространства. Благодарю за внимание.